Мгновенное наказание за нарушение правил дорожного движения. Сегодня днём в Искогорском районе водитель Газели решил развернуться через двойную сплошную линию. Но закончить задуманное не успел. В него врезалась Нива, водитель, который не ожидал подобного манёвра, не успел остановиться. Нафиса Минязова поговорила со всеми участниками столкновения. Домой, да, домой. Вот. Тут поток машин ехал. Тут разогнаться нельзя было. Шестьдесят километров. Скорость шестьдесят. Водитель недорожника рассказывает. Супругой, не нарушая правил, направлялись из Дербышек домой в деревню Истачи. Признаётся, за полувековой водительский стаж. Это его первая крупная авария. Говорит, что до произошедшего они сходили по магазинам. Настроение было приподнятым. Но только до того момента, пока не выехали из Казани. Перед носом выехал вот этот газель. Перед носом. Тут поворачивать нельзя. Здесь сплошная. Однако не две сплошные линии. Небольшой поток машин, едущие слева, не остановили водителя Газели. Он всё же решил развернуться. Авария не заставила себя долго ждать. О своём решении водитель грузовика вскоре пожалел. Об этом нам рассказал его коллега, который сидел на пассажирском сидении. Просто там всё перекрыли, дорожники. Мы не смогли от этого проехать. Мы вообще не хотели сюда заезжать. Предчувствие о грядущем происшествии было не только у пассажира грузовика, но и у Валентины Бочкарёвой, супруги водителя внедорожника. Она рассказала, что с собой в дорогу раньше никогда не брала икону, но в этот раз всё же решила положить её в сумку. Считает, что именно она и оберегла её от более серьёзных последствий. Момент столкновения вспоминает со страхом. Мне трясло всё. Потому что машина подвигалась прямо на меня. Я попрощался уже с жизнью. Но как-то муж сумел, чтобы подставить крыло, а то, что не сюда он врезался. В результате сильного удара Валентина Бочкарёва всё же пострадала. У неё поднялось давление, но не только. Прибывшие на место медики диагностировали ей ушиб коленного сустава. Остальные участники аварии чувствовали себя немного лучше. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, Вызов 112.